Йоу, всем привет! Меня зовут Мэг Лузи, кто меня не знает, и я музыкальный продюсер. Я написал такие хиты, как «Нету интереса», «Пушка заряжена», «Зоопарк», «Привет», «Выпей меня» и другие бэнгеры, которые ты гоняешь у себя в плейлисте каждый день. И в этом видео я расскажу вам историю про обычных пацанов, которые, ну, ничего не понимали в музыке, но при этом покорили миллионы слушателей своим звуком. Встречайте в этом выпуске Мэг Лузи! Возможно, тебе интересно, как писался тот или иной хит. Почему с тенейджем невозможно сочинять песни? Про фит со славой Мэрилл? Почему демка круче финального трека? Как заставить трех бедных парней принести миллионы денег? Кто убил старого Мэвла? И что мы получили за первый хит? Попал я на лейбл Legacy Music максимально спонтанно. Я гулял по ТЦ, и мне позвонил мой братик. Говорит, приезжай на студию, тут тебя ждут. Я думал, все, мечта сбылась, я стану артистом. Хуй там плавал. Приезжаю я в непонятный дом. Меня встречает какой-то оброшенный мужик, похожий на Иисуса, и говорит, вы будете писать с корешем треки артистом. При этом, меня смотивировал тот момент, что слава Мэриллу, с которым я когда-то переписывался, уже хайпанул на всю страну. И, кстати, мы хотели сделать с ним совместку. В будущем слава Мэриллу уже снова хотел сделать совместку, но с тенейджем, а это уже отдельная история. Нам написал слава Мэриллу. Нахуй нам он не нужен. Я решил немного подождать. И через два дня спросил, когда я стану артистом. Но Артур Канги, чтобы вежливо посылать меня куда подальше, сказал, напиши три трека топ-1. Наивный чел. Он, походу, думал, что это будет длиться несколько лет. Сейчас я вспоминаю это время с тошнотой, потому что мы пацаны из трапа, которые хотели писать рэпчик. А мы пришли на студию и нам сказали писать треки тиктокерам по типу Ёлочки-Иголочки, блин. Ёлочка, будь поосторожнее, ведь у меня иголочки, принеси подарочки. Пидор. С Делором я был знаком до этого и... Артур увидел у меня в историях этого. И сказал... Увидел в историях у меня этого. И сказал, давай приведем его на студию. К вам попробуем проработать. Я забился, потому что я хотел стать артистом. Меня сделали битмонькой. Я битмонька. Ну, мы пишем треки тиктокерам. Типа, вот эта штука, тут, короче, хук надо. Помнишь, я не знал, что такое хук? Артур заходит, да, придумает интро и хук. Потом он ко мне такой... Блин, что такое хук? А я вбиваю хук, а он говорит крючок. Реально, блядь, напыленный. Потом заходит бородатый этот мужчина, блядь. Так, планерка. Ну и Колян меня на планерку ведет. Я прихожу, сажусь, вот на глаза мы хлопаю. Артур подходит. Тебе нужно выйти. Я такой, блядь. А тебя выгнал тогда? Да, меня выгнал. А реально? Чтобы не подслушал, блядь. Наша задача, писать музыку. Есть, грубо говоря, битмейкер. Нас так называли. Небнавижу, когда называют битмейкером. Рот ебал. Каждого, кто называет человека битмейкером. Только ты гострайтер. Не, похуй. Вот именно, гострайтер, а не битмейкером. Извините, даже наши коллеги и начальники, но просто это тупо. Потому что человек, который создает музыку, а именно мы. Не просто написали бит, написали текст и съебали. Они полностью продумывают, как должна звучать песня, как она должна быть записана, как она должна звучать после записи, как она должна звучать еще после записи, как она должна выглядеть во время записи, как она должна выглядеть на видео и звучать одновременно. Все это мы должны думать, поэтому мы не просто гастрайтеры и битмейкеры, мы челли. Да, чувак из рэпа просто пришел на второй день, прибегает Дима Тинейдж и начинает. Я сижу просто. Он еще тогда хотел трек сделать Юли Гавриле. Юли, он хотел признаться ей в любых треки. Гали пуля. Сидим на кухне, все хаваем, а я тогда новенький был. Дима, садиться. Ты кто? Я такой, Данил. А что ты тут делаешь? Я такой, работаю. А кем? А как ты сюда попал? Я такой, не знаю, ну позвали. Но не просто же так ты сюда попал. И доебывает, и доебывает. Ты не был, не застал, да, там за сориком? Не, не. Но это легендарный тоже период. Я помню, когда нам Артур пизды дал за то, что мы с Калином с кислыми еблами сидим. Мы просто сидим, работаем. 50 дорожек вокала, Ханза записывает и сидит такой. И он не понимает, ему нравится, нет, он просто сидит, слушает и еще 50. А потом, когда закончил, качает. Вот так вот берет телефон и вот так вот сидит просто. А обе тем временем что-то в пальце тыщет. В пальце тыщет. И мы сидим просто, ну вот сидим смиренно. Потом бах, Ханза резко вылетает, дует. Артур заходит меня вызывает, а вы что такие грустные? Хану не нравится, что вы грустные. А вы должны были просто. Он говорит, вы хотя бы улыбайтесь. Вася бро, научи меня писать БТ. Ладушки. А что мне нужно уметь для этого дела? Знаешь что такое паттерн? Нечо. Знаешь что такое вылист? Нечо. Миксер? Нет. Дроп? С помощью образовательной платформы Skillbox вы можете быстро освоить знания в музыкальной сфере и применить их на практике. А именно, обучиться таким профессиям, как сонграйтер, продюсер музыкальных проектов, саунд-дизайнер, звукорежиссер и созданию электронной музыки. Сегодня мы подробно поговорим о курсе Beatmaking с нуля. Это программа, состоящая из двух курсов, где вас ждет видео лекций и практические задания на основе реальных кейсов. Вы научитесь работать в EFL Studio, использовать звуковые эффекты, создавать аранжировки, синтезировать звуки, сводить и мастерить треки. Поймете, как лучше продвигать свои биты и работать с артистами. Капелла, White Punk, Pretty Scream, Stereo Rise, Bright — это не полный список продюсеров, которые поделятся своими фишками и секретами в создании битов. Вы могли слышать их инструменталы у таких артистов, как Баста, Скриптонит, Оксимирон, Моргенштерн, Майот, Хаски, Снупа и другие. В итоге вы напишите трек с нуля и начнете собирать портфолио для заработка на своем творчестве. А также бонусом получите год английского языка. Переходите по ссылке в описании или QR-коду. Там вас ждет подробная информация о курсе. Также по промокоду Legacy1 вас ждет скидка 55%. С Мэвелом мы круто бухали, но треки писали не очень. Ебать! Че? Приехал он к нам из Белоруссии, чтобы написать очередной свой трек, и его посадили к нам на продакшн поджемить. Мы думали, все, вот он шанс попасть в чарты, покорить типа их. Но, признаться честно, после вайба с тиктокерами мы не особо шарили в стиле и хитовости. Мы, конечно, написали ему хитовую демку, но после нашего вайба, именно в этот момент он захотел стать рэпером. И его забрали к профессионалам, нахуй. В то же время на новогодней тусе мы с пацанами жестко набухались и решили выцепить Артура на диалог. Типа мы хотим за топ-1 наирподсы. Каждому. Охуенно придумали. За скамели старого. Но он не особо хотел тратить 50к на трех долбоебов, и поэтому подсадил к нам на продакшн необузданного зверя. Школу мы закончили давно, но Артур посчитал, что нам надо научиться у одного космического преподавателя по имени Дима Пану. Который своим метафизическим пониманием, естественное влияние на чакры у консистенции всех субкультур и общества и прочего шаманского дерьма всех остальных уже заебал. К сведению, в школе Тинейджа мы были единственные выпускники, потому что все остальные ебали ее рот. Писать треки с Димой Тинейджем, конечно, интересно. Но толково ничего не выходило, потому что он восхищался любым звуком в проекте, даже ударом палки. Поэтому нам пришлось заготавливать демки без него, чтобы он приходил на более конкретный материал и дописывал его с помощью своей дружеской связи с Космосом. И дело не в том, что мы с ним не ладили, просто нас научили, как должен звучать хит, но с ним это делать не получалось. Прошло еще около месяца, конец января 2021 года, деньги мы получаем за свою работу по расписанию, но после трех месяцев сочинений толкового от нас ничего не вышло. Время бухать. У нас был совместный бухич дома, вот здесь. Мы набухались и встали в кругу, типа, и начали фристайлить жестко. Мы сначала, я на гитаре песни пел, потом другая на гитаре песни пел. А потом мы включили гитарь биты и начали фристайлить. Ну и короче, Артур, первый, по-моему, залетел с этой темы. Он такой, нету интереса доказывать, что ты пи***. И перед сном решил диктофон весь послушать. Слышал их, я выписываю всякие моменты. И потом Артуру показывал, вот такие-такие-такие штуки есть. Вот про пи*** он зацепился, говорит, это прикольно. И через неделю на доске у нас появляется тема, нету интереса доказывать, что ты пи***. Мы сели, какую-то одну демочку сделали, Артур заходит, включает, не то, давайте другое. Мы такие, если Дим грустный, б***, я хорошо не объяснил. Б***, давайте что-то другое, парни. Только работаешь над демкой, и тут заходит Артур, ты еще в процессе создания, тебе нравится. И он такой заходит, не то. И уходит все. Напишите еще что-нибудь, б***. Не, этот, он мне потом, я говорю, что ты сразу обрываешь? Он говорит, когда вам какая-то демка крутая, то у вас будет калашмачить от него. Что-то лазаю, лазаю по сэмплам. Что-то мы слышим эту, ля-ля-ля-ля-ля, б***. Ля-ля-ля-ля-ля, такие, заебись, ты такой, заебись. И мы с Дейлором сказали друг другу, давай, у кого лучше будет, того и оставляем. Такие, давай. По-моему, из-за этого, да? Да, да, да. И меняемся, еще эта обстановка, знаешь, кто-то хочет получше сделать, б***. Уже забитые, все забитые. И Дейлор заходит, я помню, на микрофон что-то делает, ему вроде нравится, а я понимаю, что что-то не тело. И он такой, тёлка, б***. И вот это меня забило. Ты как тёлка. Он что-то сказал, да, ты тёлка, б***, как тёлка ноешь. Я что-то такой, пошел ты нахуй, б***. Сам пошел, нахуй. И мы поем такие сидим. Б***, б***. Потом, что-то понимаем, ну, хуйня какая-то, ладно, давай крабом, мужик. Я подхожу к Майку, и что-то в моменте решил. Ха, я натянусь так, азвучёно. Б***, б***. Как ты это делаешь? Б***, вот это хуйня. Я пою, даже с одного действия ты делаешь всё хуёво. Он говорит, не-не, ха-а, ха-а. Мы это записали, мы такие, раз послушали, е-е-е. Второй раз, е-е-е. Такие, тык-тык-тык, два фиксика к Артуру бегают. Артур, Артур, смотри, что мы сделали. Он такой, ха, что, хиток написали? Ну, пойдём посмотрим, б***. Поднимается такой ферзь. Включай такой боксик. А если Артур начинает переслушивать? Значит понятно. Знаешь, что-то есть. Е-е-е-е, б***. А что мы делали, когда у нас хвалил обычно? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Отправляют Славе потом демку. Пишет прям через минуту. Охуеть. Спускайся срочно. И они начинают, просто у монитора вот монитора, они все втроем подсаживаются к Монику, вот так вот. Ну, Арам до сих пор за тебя топит, говорит, это лучшая версия. Это аутро такое должно было быть? Я хуй, значит. Что ты Хасан, блядь. Ну что, ты готовишь? Подожди, это какая сейчас версия будет? Это версия, где изначально, изначальная версия, которая записывалась с моим голосом. Вот это тот самый проект, где мы с Дейлером нашли сэмпл и начали делать. Короче, листал на сплассе, искал сэмпл и нашел вот это дерьмо. А он питченый? А я не знаю. На плюс два. Вот он был изначально такой. А он, типа, это просто ля-ля-ля, или там еще что-то есть? Че, изначально слушаем? Заряжай. Это твой голос? Да. А он так и остался? Да. Это твой голос? Байп. Текст другой немного. Нет? Да, тут текст чуть-чуть другой. Интересно, доказывай. Бля, заверт, интересный. Лучше иди нахуй, для кого не будет выбора. А это эту версию, ты, типа, Славе рассказывал? Да, да, да. Показывал, и они такие, ебать, ебать. Да, 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 да. Ну, согласись, тут уже понятно, что это ебать, ебучка жесткая. Ну, на самом деле, когда, короче, я первый раз услышал демку, нету интереса, когда Дима жил у нас в доме, он когда принес, типа, показывает, опять прыгает до потолка, как дурачок, вот, и я не подумал, что это скриптонит. Я такой, ебать, яйца жесткие, сука, думаю, блядь. Вот, была исходная версия, короче, и мы начали перерабатывать, перерабатывать, вставляли куплеты, припевы убирали, и в итоге получилось ничего. И какой-то вот такой проект просто выгрузил по приколу, ну, типа, с пацанами вечером послушать, в МП-тришке закинул в телегу, все, и по ходу проект удалился, вырубаешь. Ну, ты дурак, на самом деле. Почему? Потому что есть же бэкап. Я не умел бэкапить. Я реально не знал тогда про бэкап, чувак. Ты же мог спросить. Ну, получается, все-таки мы до этого делали полное дерьмо. Да. Если мы сейчас переслушаем все демки другие, все-таки мы признаем, что мы делаем дерьмо. А мы можем свои женские демки показать? Не приснился номер твой, он мне не дает покоя. А, покоя, а. Прошу оставь меня, прошу оставь меня. Это дерьмо. Ну, это дерьмо. Значит, все-таки Артур был прав. Если он нас качает, значит, это то, что нужно. Да, если мы такие, эй, блядь, да, то это охуя. Понял, мы спали с тобой в одной комнате. В одной комнате, да. И я с утра что-то просыпаюсь раньше всех, захожу в студию, Дима сидит, плачет. Он плакал, да. Я такую хуйню написал. И я когда-то ходил, он тоже плакал. Ты подошел, сказал, он плачет. Я прошу спросить, что ты плачешь? Нет, пацаны, это лучше. Но он из жертвухи своей, походу. А я не знал, что, я тогда не знал, что у него три младших брата и сестра, типа, я ничего не знал. Я думал, он прикидывает, типа, это. Я такой захожу, мне его жалко стало, прям. Мы, короче, все были на студии, часов 11 вечера, и мы собрались все поехать в клуб. Я сводил припев, нету интереса, свел, кайф, мы послушали, заебись. И уже время выходить, вы уже по тачкам в такси сели, пока никто не видит, такой, давай запишем, блядь. Я говорю, блядь, ждут, блядь. Мы уезжаем уже, все ждут, реально, в тачках, блядь. Он говорит, ну, пожалуйста, пожалуйста, быстренько, быстренько. Включай на похуй максимально, ничего не настраивает там, блядь. Говорю, читай. Со второго тэка он записал все, и мы съебались. Вообще, я его не менял даже. Когда человек реально, типа, просто вот искренне что-то выдает, это то, что некоторые стараются выдать, но они этого не чувствуют. Если он чувствует, значит, попадает. Мы тогда не понимали, что куплет-то, они реально прикольные. Все собрались в студии. Да, у нас просто... Все, все собрались в студии, я прям помню четко. И мы такие, да, да, они правы. Прикольно звучал сам сэмпл, он прям уникальным был, вот это, ля-ля-ля-ля-ля, вот это вот, он прям вот въедался в голову. И табуированный хук. Потому что нету интереса, во-первых, неправильно по всей этой орфографии нету. Но мы именно вот это нарушаем, еще и п***е закидываем. И это было рабочее. А он закидывает в куплет какую-то жизнь, которую мы думаем, бля, ты трек гасишься. Мы именно хотим, чтобы из него выходило то, что нужно, что именно люди будут слушать. И когда он отстаивает настолько, что он прям псих, он будет его топить, он будет доказывать как раз. Мы создали этот конфликт, который его, может быть, так бы устанул, без него бы он, может быть, если бы мы все говорили, да, это круто, он бы расслабился, и даже в момент релиза, вот он там не раскачался, он бы его забил на него, и он бы спустился. А он из-за того, что это обида была, типа, нет, это круто, он продолжил именно раскачивать. В ТикТоке он пошел за счет именно куплетов. А потом люди обратили внимание, и сейчас подпевают это, как нету интереса, и все прочее. Именно сам припев у них остался в голове. В принципе, сделали фастфудный трек, но Дима туда добавил своей какой-то друшности, своей истории, и из этого получилось что-то интересное. Да, это как раз таки стало, мы потом все это проанализируем, и я помню, как я вам сказал, типа, пацаны, возможно, мы не правы, невозможно, мы не правы, надо дать респект. И вот потом мы начали уже понимать, как надо работать. Нет, было максимально тяжело и жестко причем, но это дало свои плоды. Сложнее было даже, когда нам была задача сделать второй хит. Почему? Ну это уже другая история. Диме демка не особо зашла, потому что она похожа на скриптонита и не пахнет кальяном, но как вы уже знаете, мы умеем убеждать. Даже с одной словом понятно, что ты уебок. Даже с одной словом ты делаешь всем хуёво. Пытаешься поспорить на туре, ты беспонтовый. Нету интереса доказывать тебе, кто и лов. И по сути мы написали 10 сомнительных вариантов трека, которые уже даже проект не вывозил. И время выгружать трек на площадке, а мастерить нечего. Та самая демка, которая заинтересовала всех, осталась только в телеграме в mp3шке. Похуй на выгруз. Как мы это сделали? Засовываешь mp3шечку в эфелку и выводишь лавку. Чё это вот такое, блядь? Ладно, похуй, поехали слушать. Давай послушаем сначала, потом разбирать. Нету интереса доказывать, чё ты ловишься. Тому пока я платирую, блядь, выгода. И чтоб ты понимал, мы работали чисто на такой вот хуйне, когда всё лагает, когда всё взрывается. Кстати, блядь, это возможно кому-то поможет на самом деле. Кстати, да, я не знал. Я об этом узнал неделю назад. Да, короче, чтобы не лагал проект, когда вообще пиздец уже ничего не помогает, в буферизации там и так далее, можно сделать вот так, зайти в project и тут с 96 поставить на 24. Я не знаю сам, чё это такое, но типа помогает. Это Дима? Да. Я так и знал, что никто не услышал этих блядь. Сейчас слышим. Прикольно. Давай посмотрим просто быстро обработку, что там у тебя вообще висит. Ну, сэнки? Да. Реверочек чуть-чуть, half time. Понятно. Компрессор. Я не знаю, почему я повесил компрессор после ревера. Свечейник. Релай. Он расширяет, по-моему. Я чё-то хуй знаю, чё это такое. Ебать. Ты наконец-то начал пользоваться другие плагины. Там ещё второй сэмпл добавляется. Да, я тоже заметил, он всё тебе пиздец как подходит. Давай покажем название. Нахуя. Басочек. Басочек у нас с пака непонятно какого. Чистерис. Тупую резьбу. Часники. Прикуси. Всё. Интруха в целом у нас ничего такого нету. Тут в основном, кстати, голос решает. Ну да, да, да. Открой хайкетики. По прямку, по тарту. Не, да, допустим. Окей. Да всё максимально тупо. Драмку ты практически не обрабатывал никакой, наверное. А её надо обрабатывать? Как обычно. Пошёл ты, блядь. Николай. Да не, пизда. А чё, погоди. Драмку надо обрабатывать, если она звучит хуёво. Если она изначально звучит пиздато, то нахуя ей не надо обрабатывать. Максимально тупая. Я, кстати... Бля, ну это сэмпл, кстати, тоже ебать охуенный. Вообще, он, типа, он качает. Ну да. Короче, я взял бас и просто его вручную вот так сделал, записал на Эдисоне и всё. В смысле? Ещё раз. Взял бас. Вручную это как, блядь? На туре. Вот так. Отвечаю. Ебать охуеть. Ну я несколько раз пытался это сделать, потому что было как-то криво. Бля, ну видно, он кривой. Дальше идёт припев. Но самая жёсткая часть, короче, была, это вторая в бите. Потому что тут добавляются всякие оркестровые хуйни. У меня почему-то контакт слетел, я не пойму. Давай добавим что-нибудь. Это этот, блядь, бумер, нахуй. С трубами оркестровыми было по пизде. Да понятное дело, лучше по угарной кино. И тут это, фильм пошёл. Разгончик. Хейтики, разгончик, погнали. Ага, вот она где. Мы её нашли, блядь. Это в финале, в финале этой хуйни не было, по-моему. Да. Это я потом. Но прикольная хуйня. Бас чисто на одной ноте хуя. Да. Басок как-то обработан? Никак. То есть финальный проект вообще без мастера был? Не, мы mp3-шку закинули на мастера Лёхе. Он что-то накинул. А, он что-то отмастерил. Пару плагинов, ну типа насыщающих звук. Но звучит-то всё равно охуенно. Грязно как нужно. Я не умел сводить просто, поэтому и грязно звучит. Не, ну это охуенно. Типа, некоторые наоборот заморачиваются, чтобы угрязнить, чтобы сделать пизж, а тут и не заморачиваются никак. Ну да, тут плохо было. Ну обработку голоса надо показать. Бля, ну там она максимально уёбичная. Ну давай, походи. Давай. Съёбает что-то. Вот я обрезаю голос. Да, да, да. Да. Нету интереса, доказывай, что ты, бля, еб... Срез по частоткам. Очень странный срез. Стандартные настройщики Николая. Вот так вот всё выглядит. Это дефолт. Это мой пак. Да. Это реально... У тебя же всегда такая обработка на голосах. Нету интереса, доказывай, что ты, бля, еб... Все, кому по кайфу отлизывают, дать выгоды. Лучше иди нахуй другому. Лимитер на голос. А зачем? А чё? А чё? Я не знаю, но погромче... А, нет, потише сделал. А, нет. Погромче? Он ничего не делает, брат. А чё сделал? Я понял, но чё-то он делал. Чё-то не делал он, ничего. Нет. Все, кому по кайфу отлизывают. Братан, это... Это хуйня тоже ничего не делает. Она это расширяет, типа... Я расширю уже? Нет. Почему? Да голос же в моно, блядь. Из-за того, что это сайт, день. Походу, он убавляет. Нет, мне интересно доказывать, чё ты, блядые, блядые, как соки делают. Хуй знает. Он как-то хорошо убавил, значит. Может, в микс ты его так посадил? Да, да, да. Походу, я в микс так посадил. Интереса рули. Ну и на остальных в премии, я так понимаю, всё то же самое. Вообще то же самое, да. Только где-то тише, где-то громче, где-то больше ревера, где-то чё-то ещё. Нету интереса доказывать, чё ты, блядые, блядые, как соки делают, тупые. Он даже без обработки охуенно звучит, на самом деле. И мне интересно было Эйра послушать отдельно. Нету интереса. Это я. А, это ты. Просто нету интереса. Нету интереса. А почему не перезаписали? В падулу было. Ну ты такие, мы штака ставим, давай. А это уже... Это ты всё до сих пор. Чтоб сэмплом, чтоб не так резово было. С other people. Да просто что, ты устал! Эй! 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 Знаешь, на сколько было похуй, я их даже не поравнял, они не в темп ебанжу Main, center, что такое main? Основа Ну это и есть центр Лидирующий вокал Main, ну центр, да, даблы и эйрбеки И всякие, ты да, одиночка, блядь Всё Короче, весь трек сделан на слух Без знаний какой-то грамматики, без грамматики музыкальной, типа Без знаний как работает компрессор, как правильно эквализировать Если тут посмотреть, допустим, как я эквализировал, я смотрю просто, что-то прыгает, блядь, ну я её поджал нахуй Так вот, без этих знаний можно сделать охуенный трек Трек вышел, и в течение долгого времени он не вставал выше 30-х позиций Мы уже начали писать новые демки Но выражаем респект Диме, который не сдавался и толкал свою песню до конца Спустя месяц трек достиг первого места на всех площадках Мы написали первый хит Поздравляю, второй продакшн, вы сделали хит Но мы нихуя не поняли, как написали первый хит А как был написан второй хит, смотри в следующем выпуске Кстати, аирподсы нам так и не дали ДУЙ!